В Суче одна секция по фехтованию. Работает она в девятой спортивной школе. Сегодня там приёмом владения холодным оружием обучается 175 юных сочинцев. Часть тренируется на базе 20-й общеобразовательной школы, а часть здесь на базе Югспорта, где и проводится открытый турнир. Идея же открытия отделения фехтования принадлежит директору детско-юношеской спортшколы номер 9. Спасибо Саркису Аршкаховичу Богосяну, спасибо педагогическому коллективу, тем талантливым тренерам, которых он нашёл и которые стали работать в нашей системе образования. И вот у нас впервые появился этот вид спорта. У нас 9 спортивных школ в системе образования. И 30 с лишним видов спорта культивируется в этих спортивных школах. Поэтому мы не уступаем департаменту спорта. Рапира, сабля, шпага – воспитанники сочинской спортшколы номер 9 владеют всеми видами фехтовального оружия. Причём на хорошем соревновательном уровне отмечают тренеры, среди которых и мастера спорта СССР по фехтованию. Школа ещё молодая, так что дети мало занимаются, но всё равно уже потихоньку выходят на какой-то небольшой уровень. И уже на первенстве Краснодарского края у нас есть и чемпионы, и победители. Так что год, два, три и мы уже будем, я думаю, блистать. Выйдите на Россию? Ну, у нас других путей нет. Настроены на высокие результаты и сами сочинцы. Вид спорта отличный для меня, потому что я многое перепробовал в своей жизни и понимаю, что фехтование – это лучшее, что было в моей жизни. Шахматы, наверное, это первое, что зацепило меня. Я понял, что тут надо так же стратегически мыслить. Благо, это ещё грациозный вид спорта. Победа на открытом первенстве Сочи принесёт в копилку спортсменов очередные медали. А ещё состязание с соперниками – это бесценный опыт, набираться которого в следующий раз фехтовальщики со всей России приедут в Сочи в мае на турнир, посвящённый Дню Победы. Татьяна Говоркова, Инга Габеши, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.